на завтрак вкусняшечки это оладушки из кабачков и насколько я помню сыром рикотта и это называют их короче для меня это пельмешки с рубленой говядиной очень вкусно вышел погулять а то все вам то рестораны то театры то остоженка маршал тухачевского прекрасная улочка чисто красиво аккуратно такая антиреклама а то реально на остоженки всякие милость светлое так далее один я в светлом все остальные в тёмном почему-то на районе я решил погулять надо проветриться что-то у меня сегодня минорное настроение как видите о подушечка одинокий путник может приложить здесь голову что-то грязная собака такая же как мои вот видите как отсутствие солнца на меня сказывается сразу не веселый показываю только изнанку никакой красивой жизни так же с молоком во вкусе вилл кто смотрел тот поймет даже мыслей никаких нет рассказать нечего в соседнем квартале домики под реновацию уже построены заселены сразу с ремонтами сдавались вот соседняя большая площадка тут по моим парк пятиэтажечек стояла тоже снесены строят пока я отсутствовал крост достроил и сдал еще одну башенку называется кристалл издалека конечно смотрится такая доминанта района но слишком уж темная как-то смотрел тут квартиры самый забавный был если не ошибаюсь то ли двенадцатый то ли шестнадцатый этаж и коль скоро там какие-то часть коммуникаций проходит потолки были типа три шестьдесят очень мне хотелось там что-нибудь маленькое прикупить но там внутри квартала уже старые дома крост стоят а здесь ландшафтный дизайн решили не делать типа как-нибудь так обойдутся у меня пришло сознание что к концу отпуска московского я все сделал я все успел сегодня мне никуда не надо когда мне никуда не надо я либо убираюсь либо хожу свой лимит по уборкам я уже выполнил поэтому решил попродить по районам пойдемте куда-нибудь к концу москварики то есть я вам показал задворки но теперь давайте что-нибудь приятненькое покажу на дорожку да кстати если вошли через свой личный аккаунт в ютюбе забудьте поставить лайчок если хочется конечно пойдемте посмотрим что-нибудь я придумал куда мы с вами пойдем покажу вам карамшеский гидроузел у меня рука на каждом светофоре тянется нажать кнопочку чтобы включить переход себе светофор к счастью здесь нет всего запрограммировано ой помню когда я только переехал сюда на карамшескую здесь ничего подобного не было ну естественно не вот этой хорды не было ни новых дорог это еще был тупик я выбирал квартиру потому что это был тупик с яблоневым садом а потом долго-долго жил в стройках пробках здесь над каналом перекинут красивый мост с колонами все как положено в тридцатых годах 20 века ну и тут очень красивое строительство строили в тридцатых годах чтобы поднять уровень москвы москва реки на 6 метров и это это начало канала москва-волга красивые голубые ели там затончик который возле серебряного бора там кто-то ходил какие-то сооружения на гидроузле а вот часть москва реки уходящая к москва сити а это уже фили буквально через реку крылацкая вот это кутузовский проспект если пойти дальше по карамышской как раз мы упремся в тот храм который пару влогов назад показывал храм живоначальной троицы в карам на карамышской набережной в отче на году нового а сейчас попробуем зайти вовнутрь этого жилого массива сохранился там милейший домик стоял дом НКВТ так называемый дом наркомата водного транспорта красивое здание для этого района да домик еще жив сейчас мы зайдем с той стороны и посмотрим на него это здание поздней постройки девятиэтажки когда-то это вот это здание было самым высоким вот тут где-то хоро-школа очень хорошая очень дорогая школа ну пойдемте во двор старожилы района помнят еще что внизу был гастроном в 60-х годах где все можно было купить а вообще в 30-х это было построено для руководства гидроузла вот того места где мы только что были прекрасная так называемая ранняя Сталинка с обязательно балконами это солнечная сторона это было обязательным условием вот тут уже кростовские новостройки вот это хоро-школа очень классная продвинутая дорогая ну ладно мы здесь вообще по другому делу ведь архитектура отличается с этой стороны с северной здесь ни балконов ничего обычный страшный домик ну судя по состоянию здания я так полагаю что его судьба уже решена пошлялся минут 15 вокруг ни одного жильца не вышло хотел просто хотя бы подъезды посмотреть как обычно имею привычку такую вот к сожалению никого нет мне кажется в доме вообще там квартир жилых очень мало осталось а может уже и не осталось но хотя там какие-то сумки а-ля знаете зимние холодильники висят пойдемте дальше гулять вот этот современный апарт комплекс кроста этот этот и другой квартал полностью их вот этот в европейском стиле это детский сад немного городского декора вот так вот вот Ну, эти башенки я вам много раз показывал. Кросс немножко поэкспериментировал на этом доме. И, насколько я помню, что-то в заряде построили. Аналогичное. Ну, не высотки, а вот с такими деталями. Гулять-то гулять. Зашел даже в магазинки эрамической плитки, мрамора, натуральных материалов всяких. Просто так, чтобы было, для галочки. Цены не спрашивал на всякий случай. Галочки. Начинает. Распексу. Цена. Она не спрашивает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, кстати, Крост отреставрировал обычную поликлиничку. Сделал ее красивой. Ну, с чего начали, тем и закончим. Продолжение следует... Из дома вышел в 10.30, сейчас 13.15 и, судя по данным с телефона, один с половиной тысяч шагов. Ну, я прекрасно побродил, настроение прекрасное, плюс солнышко. Ну, сломать ко мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok